Любимые мои девочки, которые много работают, много учатся, беременяшки, конечно же, мамочки, все-все-все девчонки, это видео для вас. Вы знаете, меня часто спрашивают, что, Маулера, ты сейчас беременная, как ты вообще находишься в этом ресурсном состоянии, как ты успеваешь еще летать, работать, быть всегда активной, продуктивной, навеселе. И неужели тебе все это вообще не достало, и ты не хочешь просто лечь и лежать? Так вот, есть у меня некоторые секреты, которыми я сегодня хочу с вами поделиться, чтобы вы тоже были всегда в этом ресурсном состоянии. И вот это ресурсное состояние очень важно, потому что, если его нету, то мы очень часто настолько на автомате работаем, как роботы просто. Делаем что-то, делаем, 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 и совершенно забываем не то, чтобы про какой-то ресурс и вдохновение, мы забываем, в принципе, про себя, про нашу ухоженность, про наш внешний вид, потому что мы просто устаем. И нас все бесит, нас все достало. Так вот, чтобы не доводить себя до вот этого ужасного выгорания и вот этого ужасного внешнего даже состояния, я приглашаю вас смотреть этот прекраснейший ролик, потому что сегодня я поделюсь своими секретами. Но перед началом этого видео не забывайте подписаться на мой канал, красная кнопка должна стать серой, и досматривайте его до конца, потому что у меня для вас кое-что есть, это кое-что, это подарок, поэтому, пожалуйста, смотрите видео до конца, потому что я расскажу вам, как же его получить. Перед началом этого видео я хочу прочесть вам мотивашку, которая действительно заставляет задуматься. Однажды я ее прочла в книге одной, и вот с тех пор, как бы, периодически я на нее смотрю и на нее опираюсь. Вы страдаете от своих способностей? Значит, вам слишком легко. Составляет ли ваша жизнь вашу ценность? Если нет, то ничего с ней не делайте. Если да, то займитесь ей. Вот эта мотивация, которая, мне кажется, отлично вводит в ресурсное состояние, и если периодически задумываться о том, что здесь сказано, то для себя можно открыть очень-очень многое. Ну что ж, давайте поговорим вообще с вами о том, что же есть такое ресурсное состояние. Ресурсное состояние это физическое и эмоциональное состояние, при котором мы можем быть всегда продуктивны, активны и наилучшим образом выполнять ту или иную работу, которая перед нами стоит. Без выгорания. Это очень важно. И вообще у ресурсного состояния есть два аспекта. Это психологическое и физическое. Сегодня мы, конечно же, с вами поговорим о психологическом, потому что, ну, физическое все понятно. Правильное питание, здоровый образ жизни, отслеживание вашего гормонального фона. А вот психологическое, к сожалению, является чаще причиной того, что мы расклеены, что мы не в ресурсе и что нам ничего не хочется делать. Первое, на самом деле, что я хотела бы вам порекомендовать, это уже проснуться в состоянии того, что вы герой, что вы классная, что у вас все получилось, расправить плечи, поставить спинку ровно. Это немного обман, так скажем, своего мозга, потому что день еще не начался и как бы за что себя хвалить. Но тем самым вы подготавливаете себя и свой мозг к тому, что вы точно справитесь с задачами, которые вы поставили себе на сегодня, с вашей работой. И когда вы встаете с чувством того, что у вас не опять один и тот же день, как бы, и ничего не происходит, а с тем, что вы реально придете к результату, вы реально классно и качественно выполните свою работу, вы будете чувствовать себя гораздо-гораздо легче и лучше. Ну и, соответственно, если мы обманываем наш мозг, то мы обманываем его по полной и также внушаем себе, что вы уже есть в этом ресурсном состоянии, чтобы выделялись правильные гормоны, ваш мозг подавал сигнал вашему телу, и вы уже могли быть в этом состоянии, когда хочется что-то делать, хочется творить. Второе — это медитации. На самом-то деле о медитациях говорят сейчас так много, что это кажется что-то мистическое, что-то волшебное, что-то очень абстрагированное, отдаленное и непонятно вообще, для чего это нужно и зачем. Но вы не представляете, какую огромнейшую настройку, так скажем, на день вам дает медитация. Хотя бы 10 минут перед тем, как вы пойдете на работу. Или 5. Вы можете сделать 5 минут, возьмите, скачайте любое приложение, где будут у вас там медитации, да, или мантры определенные, где вы сами себя настроите на день. Дело в том, что когда мы фокусируемся на чем-то положительном, на позитивном, слушаем звуки, которые соответствуют нашему настроению и которые поднимают его, мы уже чувствуем себя деятелями, мы уже чувствуем, что мы что-то сделали, и, соответственно, мы уже настроены на то, что день пройдет хорошо. Само настройка очень важна, убирайте все негативные установки, прекращайте просыпаться с утра с мыслью о том, что, о боже мой, опять этот день, опять это утро, опять эта работа, как я устала. Очень часто у нас бывает такое, что мы действительно от того, что так запариваемся много работать, что мы просыпаемся и думаем, нет, день еще не начался, а я уже устала. Убираем ужасные негативные установки, включаем мантры, начинаем медитировать, фокусируемся на положительном, фокусируемся на своем хорошем, здоровом состоянии, и, поверьте, вы увидите, как в корне начнет меняться ваша жизнь, даже ваша работа, ваша продуктивность и ваше вдохновение на протяжении нескольких дней. Если вы просто привьете эту привычку, для вас ваш мир перевернется на 360. Я знаю, что вас точно соберет в кучку. Это чек-листы и трекеры. Как классно, что сейчас очень многие коучи, блогеры, инстаграмы, блогеры и специалисты различные дают трекеры и чек-листы, пользуйтесь, пожалуйста, на здоровье. Если хотите, я могу прикрепить ссылку на Google Диск, где будут мои чек-листы и трекеры, так скажем, которые я использую. Я думаю, что это в работе является таким ключевым моментом, потому что мы себя собираем, мы себя контролируем, мы отслеживаем свой результат. Когда мы наглядно видим, к какому результату мы приходим, когда мы наглядно понимаем, что вот тут вот была точка А, а вот тут точка Б, и мы видим рост, мы видим наши действия, не просто зная, что, да, мы там вот вчера поработали, сегодня поработали, а конкретно видим, что мы реально выполнили план от А до Б, и так происходит каждый день. Нас это очень сильно мотивирует, потому что мы вспоминаем свои преимущества, свои лучшие стороны. И, конечно же, от этого нам хочется работать еще лучше, еще эффективнее, потому что мы видим результат. Очень важна визуализация, мало просто говорить. Вот я неоднократно и на своем курсе от Мечты к Цели говорила о том, что визуализация и аффирмации не могут быть друг от друга по отдельности. Это два компонента, которые друг с другом воедино слиты, и их никак между собой не разорвать, потому что мало просто визуализировать или мало просто аффирмировать. Здесь и картинка, которую мы представляем, кажется гораздо реальнее, поэтому обязательно, если вы занимаетесь визуализацией, не забывайте про аффирмации и наоборот. Вот настроили мы себя на продуктивный день, подготовили свои чек-листы, готовы идти на работу, но нужно не забывать, что ухоженность это то, что идет воедино с ресурсом. Если у нас появляется ресурсное состояние, то у нас и появляется свободная минутка на себя. Поэтому ухоженность это не значит, что вы должны на себя тону косметики нанести, что вы должны быть от иголочки в плане того, что должны там супер-мега как-то одеты быть. Нет, ухоженность заключается в том, что у вас порядок на вашей голове, что у вас опрятно выглядит ваша одежда, что ваш, в принципе, общий образ выглядит хорошо для работы, для дома, не важно. Вот знаете, это такой момент, что не важно, где вы работаете, будь то дом или будь то какой-то офис, важно всегда быть переодетым из домашней одежды, важно всегда быть в одежде, которая комфортна, но при этом для вас симпатично, красиво, потому что это действительно очень вдохновляет нас, как женщин, особенно. И, конечно же, в этот момент я бы хотела сказать вам, что волосы играют свою определенную роль, поэтому не забывайте делать что-нибудь быстренько перед выходом. Я знаю, что будут вопросы, как там я сделала хвостик. Если вам интересно, сейчас вы можете увидеть на экране, как я его делаю, потому что я понимаю, что это А, быстро, Б, выглядит хорошо, В, ухоженно, и это две минуты вашего времени, а в конечном итоге вы получаете хороший результат. Вот, в общем, я даже для видео сделала себе эту вот такую, типа, прическу, потому что понимаю, что хочется в кадре выглядеть хорошо, а затратила я всего лишь пару минут. Посмотрите, кто тут с нами лежит уже, наш давний гость, минуточка отвлечения, просто что за милая, так как я его люблю, вы даже не можете себе представить. Он не может существовать без меня, мне кажется, так же, как и я без него. Прежде чем приступить к работе, спросите себя, какая самая важная вещь будет сегодня, которую я должна сделать. Эта вещь, это ваш фокус, единый фокус, на который вы обращаете внимание и понимаете, что не будет ничего лишнего, пока вы не сделаете вот это вот. Когда вы видите этот вопрос, вы все лишнее вот так вот отводите в сторону и начинаете с нее. И таким образом, именно благодаря вот этой вот фразе вы можете быть свободны уже гораздо раньше, нежели вы будете делать кучу всего, не распределяя правильно, не планируя весь свой день. И, соответственно, вы будете меньше залипать в телефоне, меньше отвлекаться на какие-то посторонние разговоры и так далее. Как я и сказала, имея ресурс, вы имеете чуть больше времени на себя. Поэтому не забывайте брать с собой косметические салфетки, которые безумно важны на протяжении всего дня. Во-первых, так лучше вашей кожи определенно. Во-вторых, если особенно вы с тоналкой, да, там где-то вы вспотели, вам гораздо проще их применить. Потому что иногда бывает такое, что мы с утра собираемся, реально выглядим хорошо, но в течение дня у нас скатывается косметика, течет макияж, и это все нужно подправлять. На это, как правило, особо нет времени, поэтому салфетки косметические, которые вот могут быть в вашей сумке, это отличный способ подправить макияж, даже несмотря в зеркало. Если говорить про тайм-менеджмент, то, конечно же, не забывайте про такой метод, который называется поедание лягушек. Придумал этот метод автор книг по саморазвитию, Брайан Трейс, лягушками он называет как раз-таки дела, которые самые нелюбимые, но нам нужно их сделать вне зависимости от всего. Он предлагает с самого начала, первым действием, именно сделать одно из этих дел. Таким образом, мы скидываем камень с души, и нам уже становится гораздо легче на протяжении всего дня, потому что то, что нас так тяготит, и обычно то, что мы оставляем на потом, мы сделали с самого начала. Есть очень крутой сервис, который называется Трелло, я его использую, когда у меня очень большая многозадачность, и я понимаю, что мне нужно ее делегировать, и, соответственно, я захожу туда и начинаю писать задачки, которые мне нужно передать своему менеджеру. На самом деле, если вы еще не делегируете свои дела, то это очень и очень плохо, потому что делегировать свои дела не обязательно работников. Даже если вы дома с малышом, то, конечно же, делегировать некоторые мелкие делишки можно и своему мужу, и своей подружке. Просто важно не бояться просить о помощи. Во-первых, в нас это открывает женскую энергию, потому что мы открыты к тому, чтобы нам помогали. Это не значит, что мы беспомощны, это значит, что мы счастливы, когда кто-то готов помочь разделить с нами нашу ношу. Ну и, конечно же, мы чувствуем себя гораздо легче, потому что часто такое бывает, что даже мы идем с большими пакетами, нам сосед предлагает эти пакеты донести, я уже где-то рассказывала этот пример в одном из своих видео, и мы, согласитесь, всегда у нас первая реакция «Нет, не надо, спасибо, я сама». Но почему, если нам действительно тяжело, если этот сосед наш знакомый, почему мы не можем довериться, попросить его о помощи? Точнее, даже если он ее предлагает самостоятельно, почему нам просто не согласится? Тут то же самое, не бойтесь делегировать. Иногда это очень важно, освобождает ваше время, и вас вводит в ресурсное состояние, потому что иногда из-за нашей неловкости попросить кого-то о чем-то, и вот это «я сама» приводит нас к тому, что мы очень обесточены, что мы очень разбиты, так как мы очень сильно устаем, берем слишком много на себя, чего не можем, так скажем, вывести. И вот если у вас есть вот эти мелкие задачки, вы можете действительно взять вот эту табличку Trello, там можно разделить по цветам дела важные, неважные и так далее, она может быть полезна, как и для вас, если у вас есть какие-то важные дела, то для вас будет как напоминание о том, что это нужно сделать во столько-то, это во столько-то, это до такого-то числа, это до такого-то числа, и плюс она просто очень симпатично выглядит. Есть еще одно классное приложение, которое я использую, оно находится в моем планшете, и, как правило, обычно там я люблю визуализировать, подчеркивать что-то, что-то рисовать. Мне от этого становится гораздо проще, потому что вот эта визуализация картинки, когда есть какие-то дела, когда ты делаешь какие-то красивые пометочки, как правило, вызывает в нас желание действовать. Поэтому, если вы такой же визуал, как и я, то попробуйте скачать это приложение, потому что внешняя картинка, его выглядит очень даже симпатично. Рядом с собой держите, пожалуйста, всегда бутылочку воды, потому что вода это то, что заставляет нас двигаться, вода это то, что поднимает нам настроение, вода это наше все. Мы состоим, в принципе, в основном из воды, поэтому, пожалуйста, не забывайте пить воду. Пусть эта бутылочка стоит рядом с вами, а чтобы она вас больше привлекала, засуньте туда лимончик, апельсинчик, в общем, заверните все это в красивую упаковочку, и все, почему бы нет. Я так люблю делать, потому что я забываю пить воду, и, как правило, я просто делаю ее красивенькой, чтобы на нее обращать внимание. Ну, и если говорить именно про саму ухоженность, то рядом я всегда с собой держу крем для рук. Крем для рук, во-первых, он очень вкусно пахнет, вкусно пахнет, что за сочетание? У него есть очень приятный запах, в других людей это тоже манит, у вас всегда ухоженно, красиво выглядят ручки, вы, в принципе, сами очень ароматно, ну, в общем, замечательно, почему нет? Не нужно на себя накладывать тонну косметики, для того, чтобы выглядеть ухоженно. Иногда вот есть маленькие детальки, которые вы расставив на свои рабочие места, типа салфеток, водички, крема для рук и пудры. Просто упростите свою жизнь и сделайте лучше ваш внешний вид. Ну, и последнее, что я хотела бы вам сказать про ресурсное состояние, это умейте разделять работу дома и работу на работе. Потому что иногда, путая эти вещи местами, мы не можем выдастся на 100% ни на работе, ни в семье. Семья это, в принципе, особо важно. И когда мы действительно берем и перекладываем нашу работу и мысли о нашей работе в сторону нашего дома, мы можем терять что-то очень важное. То, что по факту наполняет нас тем самым ресурсным состоянием. Иногда люди думают, что чем больше они работают, тем больше и быстрее они приходят к результату. Мы иногда не спим всю ночь, думая, что, ну, лучше я не посплю, потому что потом будет гораздо проще, и я там больше работы выполню. Но это неправда. И об этом говорит эссенциализм. Вы можете прочесть эту книгу. Если вы ее не читали, очень интересно. Я ее читала еще в 2000... Я не помню, в каком году. Это был первый или второй курс. И мне она очень сильно помогла, потому что вот у меня есть такая проблема. Я, к сожалению, вхожу в этот раз в фокус и могу заниматься несколькими делами, которые совершенно полярны и не идут воедино. И вот чтобы не допускать таких ошибок, я периодически возвращаюсь к этой книге и вам советую. Потому что там как раз-таки очень хорошо определено и рассказано о том, что не нужно много работать. Лучше поработать мало, но качественно. И не зацарять свой мозг телефоном, почтой, смс-ками и лишними разговорами. А нежели вы будете работать всю ночь, весь день, но отвлекаться на телефон, отвлекаться на семейные дела, с этого ничего хорошего не выйдет, потому что нет фокуса. Энергия направлена не на то. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Конечно же, как я и сказала, рассказываю, что же в этой прекрасной коробочке и как ее получить от меня, я с удовольствием отправлю вам посылку. Все, что вам нужно будет сделать, это сейчас посмотреть состав этой коробки и потом услышать условия. Во-первых, я хочу вам подарить очень классный гаммаж для тела. Я очень люблю и фраше, у меня достаточно много их продукции, и поэтому я решила для вас приобрести вот такие вот прекраснейшие средства. Это первое, что вы от меня получите. Также я решила предоставить вам вот такие вот отбеливающие полосочки. Они очень крутые, эффект вы увидите с первого же применения, поэтому я уверена, что те, у кого там проблемки с цветом зубов, тут очень хороший состав. Вам они могут очень помочь, особенно на каких-то важных мероприятиях. Прекраснейшие масочки. Посмотрите, какие они милые. Тоже люблю очень сильно этот бренд. Сама пользуюсь их масками и штучками от черных точек, поэтому думаю, что вам будет приятно их получить. Одна из любимых туши для ресниц. Если я ей что-то разыгрываю, то разыгрываю, как правило, ее. Два прекраснейших средства от Ифраше. Вы можете посмотреть поближе. Вот так вот они выглядят. Они для поддержания молодости кожи. Это сыворотка и восстанавливающий концентрат. Так как сегодня я задела тему матирующих салфеток и, конечно же, пудры, я решила просто подарить два в одном. Это матирующая пудра. Очень классная, безумный, приятный запах и то, что может лежать у вас на рабочем столе. Если вы чувствуете, что у вас течет макияж, вы всегда можете ей воспользоваться. Жидкий хайлайтер от Ифраше. Мой любимый гель для бровей от Artvisage. Конечно же, подводка от Maybelline. Два вот таких вот прекрасных бальзама от Ифраше, опять же. Они и для щечек, и для губ. Вот такой вот скраб для тела от Рише. Моя любовь. Мой любимейший действительно скраб, который я использую. Он невероятно пахнет кофе. Он шикарно скрабирует вашу кожу, не травмируя ее. Все, что вам нужно сделать, это подписаться на мой инстаграм. Как я буду победителя объявлять в своем инстаграме. И, конечно же, написать ник своего инстаграма в комментарии. И что помогает вам быть в ресурсном состоянии. Самый лучший ответ я с удовольствием прочту и также напишу вам на вашу страничку в инстаграм, что вы являетесь победителем. Поэтому, пожалуйста, участвуйте. И если было вам это видео полезно, не забывайте ставить большие пальцы вверх. Ну, а с вами была я, Лера Фомина, и до скорой встречи. Пока-пока!